Почему иногда хочется есть мел? Таким образом, наш организм пытается подать нам сигналы о нехватке витаминов. Почему же возникает желание есть мел? Когда человека тянет есть мел, это говорит о недостатке кальция в организме. Первая причина недостатка кальция – нарушена работа печени. Чаще всего это случается в результате неправильного питания. Ограничите жирное, жареное, копченое, мягкий хлеб, пироги, блины, цельное молоко – продукт, который не подвергался никаким типам обработки. При достаточном употреблении витаминов С, Д, Е, магния, усваиваемость кальция значительно повышается. Иногда принимайте рыбий жир, в котором тоже много витамина Д и Е. Симптомы нехватки кальция – судороги конечностей, ухудшение состояния зубов, волос и ногтей. Употребляйте больше рыбы, орехов, бобовых, шиповника, морской капусты, цитрусовых, круп, овощей. Желание есть мел – анемия. Иногда желание грызть мел возникает при малокровии. Нехватка железа в организме снижает уровень гемоглобина, в результате чего погибают клетки. Стареет организм намного быстрее, а опаснее всего раковое перерождение клеток. Помимо желания есть мел, обратите внимание на такие симптомы. Бледный желтушный цвет лица, учащенное дыхание, усилившаяся сухость кожи, появление морщин, дряблость кожи, истонченные ломкие плоские ногти с поперечными полосами, секущиеся истонченные волосы, трещины на пятках, частые простуды, малейшее дуновение ветра – уже насморк. На солнце вместо бронзового загара – опаленная красная незагорающая кожа. Хочется есть не только мел, но глину, сухие макароны, заеды в уголках рта, боль на языке от кислых и острых блюд, сам язык на ощущение как отполированный, сухость слизистых, непереносимость контактных линз, постоянная сонливость, боли в области груди, сильное сердцебиение при нагрузке, раздражительность, вспыльчивость. В комплексе все эти симптомы говорят о дефиците железа в организме. Конечно же, окончательный диагноз поставит врач на основе анализов. Желание есть мел – опасно ли? Еще одним симптомом желания есть мел может выступать своеобразное извращение вкуса. Однако мел и известь употреблять не рекомендуется, так как это может нарушить функции кишечника, в результате чего возникнут запоры и появится риск инфицирования организма. Когда мел попадает в желудок, он превращается в гашеную известь. Кальций из мела откладывается в почках, легких, поджелудочной железе. Если мел есть в течение длительного времени, то может развиться сахарный диабет, известкование сосудов, а также появление камней в почках. Все это может стать и причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Наиболее верный выход в такой ситуации – консультация врача и обогащение рациона продуктами, богатыми на железо. Источник – интернет. Будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok